Шаббат, шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Наша недельная глава называется Шмени. Она у нас растянулась на две недели, потому что у нас праздник Песох был. И очень важные законы, законы кошерного питания. Всевышний говорит в Торе, он говорит, все, что движется по земле, дано вам пищу, только за кровь человеческую взыщу. В общем, нам это в главе нах Всевышний объясняет. Все, что понравилось, можете есть, только мучить животных нельзя. И теперь, когда мы принимаем Тору, то Всевышний говорит, законы более строгие для еврейского народа. Законы более строгие. Он говорит, вот животное, которое вы можете, вы есть. Любое животное, у которого раздвоены и расщеплены копыта, и которое отрыгивает жвачку, вы можете есть. Животное, у которых нет этих признаков, мы есть не можем. В главе Шмине они не указаны, то есть мы должны еще иметь уточнение. Есть книга Дворим, главар Эа, и там написано три домашних животных, бых, овца и коза, и семь диких, горная коза, олень, серна, козерок, сайга, буйвол и лось. Серна это... Сайга это ланя, серна это косуля. Вот так можно пошли за животное, и любое другое животное, и мы можем есть. Значит, которых есть эти признаки. Наши мудрецы говорят, любое животное, у которого есть рога, мы можем есть. Если рогов нету, тогда надо определять четко. Вот, отрыгивает жвачку, обязательно, раздвоенные вщепленные копыта, обязательно эти признаки надо применять. Значит, но в основном у всех этих животных есть рога. И не в зависимости, это самец или самка, то есть, если у самки нет рогов, то все равно это вид кошерный. Вот. Или молодое животное, есть мы можем. Допустим, это не так мало животных. Если мы возьмем, допустим, домашних животных, быковца, коза, то дикие животные огромное количество имеют такие признаки. Допустим, все виды антилоп. Их 96 ученые, если я насчитываю. Тут очень много разных видов быков. От маленького, допустим, австралийского быка 45-50 кг до, в Индии есть до полторы тонны быки. То есть, есть разные. Буфало этот африканский бык. В общем, разные виды, все любые виды мы можем есть. Главное в этом деле просто его кошерно схитовать. Зарезать кошерно надо. Есть специальные люди, которые об этом обучены. Только они имеют право резать. Это очень тонкая наука. Надо правильно перебить ножом пищеводы трахею у животного, чтобы животное не мучиться. Все выполняется мгновенно. То есть, допустим, когда человек режет палец, случайно порезался, то он первую секунду боль не чувствует. В этот момент, дав поймать, ударить, и животное теряет сознание и не чувствует боли такой, как если его резать другим методом убивать. В общем, животными более-менее мы понимаем. Есть животные, у которых есть по одному признаку. То есть, допустим, у них есть механизм, отрыгивающий жвачку. Таких животных Тора называют три. Называют это верблюд, и заяц, и доман. Что такое доман? Наши мудрецы считают, что это барсук. Вот так. То есть, у них есть отрыгивающий механизм. Двойной желудок, который все время способствует тому, что отрыгивает жвачку. Животное жует, жует, жует все время. И все. И, в принципе, не так много ест. Это быть животное, которое не отрыгивает жвачку, оно ест все время, постоянно требуется у него еда. И наши мудрецы говорят, а вот заяц, у него нет этого механизма отрыгивающего. И, оказывается, нашли такого заяца в Южной Америке, одного из многих видов заяцев, которого действительно такой двойной, двойной желудок такой, вот так отрыгивает он жвачку. Всевышний же знает весь мир, это нам, допустим, все неизвестно. И на сегодняшний день этих зайцев, наши мудрецы говорят, восемь. Ну, даже на сегодня ученые насчитывают еще больше их. Под видов разных. Я слышал, что 32 ученые говорят вида зайцев. И есть животное, у которого копыта раздвоены, расщеплены, но жвачку не отрыгивают. Это свинья. Их тоже, по-моему, восемь видов свиней. Не взирает африканский бородавочник, или это домашняя свинья, или это вепрь, этот европейский, этот дикий кабан. То есть любое из этих животных мы не можем есть. Вот так. Один признак, есть мы не можем. По животным Тора только это говорит. Теперь говорит, из птичек. Птичек большинство, конечно, мы можем есть. Тора нам это не запрещает. На сегодняшний день ученые насчитывают больше 9 тысяч видов птиц. Но Тора запрещает 21. В этой главе 21. Еще шулятник, главер Э. И к этим птицам наши мудрецы относят таких, как орел, орел морской. Шулятник, сокол, коршун, порода его, ворон, порода его, ибис, сова, цапля, удод, летучая мышь. То есть еще какие-то я уже не назвал. Но факт тот, что на сегодняшний день мы не знаем точно, те ли это птицы, которые мы понимаем под этими названиями, или нет. Мы потеряли все знания. Поэтому едим на сегодняшний день тех птиц, которые дошли до нас по традиции. То есть мы знаем, что ели куры, и спокон веков мы их едим. И также уток, гусей. Позже мы знаем, что в мудрецы разрешили есть индюков. И голубь кошерный, и дикий, и домашний. Вот. И я слышал мнение, что фламинго, кошерная птица тоже, по всем признакам, она попадает под этот род. Равец, как Зильберг в голосоверной памяти, он говорил, что ему родители говорили, что можно есть куропатку. Ну и все. Другого я ничего не слышал. Когда задаешь вопрос с раввином за перепелиные яйца, есть разное мнение, но в основном разрешают их есть. Вот так вот. Что касается птичек, мы говорим. Теперь давайте смотреть тех, кто в воде. Написано, все, что в воде, мы есть просто так не можем. То есть, те, у кого есть плавники и чешуя, мы можем есть. Вот так. Написано именно в воде. Что это значит в воде? В воде, если, допустим, у рыбы есть чешуя в воде, и когда мы вынимаем чешуя, это отпадает, это рыба, допустим, скумбрия, мы ее есть можем, потому что в воде у нее есть чешуя. Есть рыба спорная, допустим, называется она ставрида. В одних морях у нее даже есть чешуя, в других нет. Мы не знаем. Я узнавал, раввины говорят, ну, пока это спорный вопрос. Не едим. Раз вопрос спорный, мы не едим. Некоторые говорят, что шипы у осетра являются чешуей. Не едим все равно. То есть, должна чешуя нормально ножом чиститься. Если она не чистая, или отрывается на месте с шкурой, как у змеи, мы есть таких рыб не можем. Вот так. То есть, допустим, осесцом мы не едим, так и осетрину, и все, что производит рыба, ни икру никакую, ни севрюги, ни белухи, ни серледи, ничего мы есть не можем. Черную икру там не можем есть. А что касается блацосевых пород, красную икру, до всех видов мы можем есть. Вот так вот. То есть, то, что является кошерным и дает кошерные продукты, можем есть. Некошерным есть не можем. Допустим, если верблюд животное некошерное, то его молоко мы тоже пить не можем. Допустим, вот так. Одно исключение в этом есть. Всевышний запретил нам есть всех насекомых, кроме четыре вида кузнечиков, саранчу, хагав, харголь и салям. Вот так. Саранчу, саляма, харголь и гагава. Да. Так вот, этих мы можем есть. Мы просто потеряли знания, какие это кузнечики. И Раша говорит, они бывают, уже тысячу лет назад нам писал, что они бывают с короткими крыльями, с длинными, разных видов. И так как мы не знаем, каких определить, мы их не едим. Одно исключение из насекомых, само насекомое не кошерное, а его продукт кошерный. Это пчелиный мед. Второй его предписывает. То есть, есть пчелу мы не можем, а мед ее мы едим. Он даже предписан торой. То есть, не только мед финиковых пальм мы едим, но и пчелиный мед. Он предписан. Это одно исключение из всех правил. Вот такое. Что касается кузнечиков, если они кошерные, то их не надо шхитовать, специально вашего хита брать. Их жарят люди, кто в этом понимает, и едят. Есть тайманские евреи, которые испокон вековых едят. То есть, в книге «Живая Тора» написано, что они едят белую саранчу, красную, пятнистую и серую. Саранчу. Четыре вида саранчи едят, но тоже они не едят одиночных кузнечиков, только стайных кузнечиков. Наши раввины говорят, что в Торе есть и другие виды. В Танахе еще есть четыре вида и другие саранчи указаны некошерные. И очень трудно различить их. Эти признаки, поэтому мы не едим. До прихода Машеха, мы не знаем, как их определить, мы пока не едим. В основном, это все, что Тора говорит. Потом Тора еще говорит, что есть особо нечистые животные. Восемь животных. Слепыш, мышь, черепаха, анако, варан, ящерица, хамед и филин. Хамед это улитка, есть мнение, что такое вот. Вот этих восемь мы едим, еще они особо нечистые. Если в каком-то животном если съесть меньше маслины, ошибиться где-то, то не так все страшно. А если в этих восьми видах съесть что-то меньше, даже ящменного зернышка, даже такое ящменное зернышко, уже становится нечистым сразу. То есть, если что-то человек нес от трупа животных нечистых, то надо выстирать одежду свою, мыться в микве, и к вечеру уже можешь заходить в храм. Сейчас храма у нас нет, поэтому сейчас эти законы пока не являются обязательными к выполнению. Везде можно заходить, кроме храма. Когда у нас будет храм, придет Машеяк, будет у нас храм, тогда, естественно, законы опять полностью вступят в силу, и мы начнем все выполнять, так как тут написано. Значит, что касается на сегодняшний день Коэн не может на сегодняшний день идти на кладбище. Это да. Священник не может идти. И к жене после месячных также мы не можем после того, как очиститься от своих кровей, вот эти, допустим, семь дней после месячных еще прошло, там уже можно тогда прикасаться к жене. Уже все, можно спать с женой тогда. Идет в Микву, и все. Вот эти только законы сегодня действуют, законы Миквы. А остальные законы мы пока только должны хорошо изучить, чтобы когда придет Машеяк, будет у нас храм, и мы начнем строго выполнять заповеди, и они нам очень будут нужны. Надеюсь, что это будет уже скоро. Вот так вот. На сегодняшний день мы обязаны выполнять 207 заповедей, остальные заповеди мы тоже серьезно их учим, но к выполнению пока возможности у нас такой нет. Все. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за весь на список, который мы читаем за здоровье всех. Сейчас меня с собой нет на работе. И мы продолжим наше изучение Торы. Я надеюсь, завтра в 15, не завтра, это будет въем решен, в 15 часов. Всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть закончена эта страшная война. Всем браха парнасакова нас, что мы это время не грешили, учили Тору, и до следующих встреч. Шаббат шалом. Субтитры создавал DimaTorzok